ПЕСНЯ А ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ БЕГИН Нет, что это за жанр? На твой взгляд? Если мы говорим о жанре тебя как единиц... ЭТОГО ТРЕКО! ЭТОГО ТРЕКО! ЛОЛА! Да я даже не знаю, я вообще никогда не примерял музыку на жанр. То, что ты придумал, это была музыка. Саше пришла мысль в голову сделать те самые старые песни из предыдущих альбомов в новом звучании. Мне это стало интересно, потому что это как-то по-новому будет звучать, потому что все песни уже известны, они уже на слуху у всех, но я думал, почему бы и нет. На пороге мысли не спешат заходить. Нечего им делать в дурной голове. Завалилось время с весны на бекрень. У меня с утра депрессивная лень. Музыка существует независимо, записана она или нет. Она просто есть, и нужно ее достать, увидеть. У меня не было четкого понимания и видения, как это все должно выглядеть. Вернее, я изучал электронную музыку последние три года, слушал миксы разных диджеев, гуру. И очень захотелось создать нечто подобное, именно положить на этот грув. Чёрные косматы я брови нахмурил. Топает, шлёпает в дождь и снежные бури. До свидания, командор, до свидания. До свидания, командор, до свидания. Что-то вот щелкнуло, и вот этот грув, этот ритм, он появился именно после Латвии. Я приехал, вернулся в Москву, пришел к Сереге и сказал, слушай, вот давай вот так вот сделаем. Когда нечего делать, не сжигают мосты, я у тебя. Не выводится мелом на доске из черноты, а звезды не спят. Я просто задался вопросом, можно ли, например, всю эту полиграфическую часть сделать самому. Ну, как бы сказать, не то чтобы ручная работа, хотя она можно назвать и так. То есть использовав при этом какие-то идеи, которые бы были удивительны для людей. У меня было много разных идей на самом деле, но в конце концов я пришел к тому, что мы можем взять несколько недорогих готовых элементов и почти самостоятельно собрать из них полноценное оформление пластики. Когда-то я меня зацепил. Вот, а самое интересное, это как бы сердцевина этого всего проекта. Это то, что внутрь этого пластикового конверта я предлагаю положить вещь, которую все любуются всегда. Она очень красивая, но она никому не нужна. Она не нужна ни людям, ни природе. Это то, чего просто валяется под ногами у всех и в большом количестве. Чтобы это было главной интригой в оформлении. Я, по крайней мере, о таких примерах не знаю. Так вот, я придумал положить туда пожелтевшие кленовые листы. И вот эта идея, там внутри настоящий лист. Эта вот идея принадлежит Александру Кородичу, художнику-писателю, с которым мне посчастливилось подружиться. Саша оформлял и предыдущую пластинку, и вот эту. Так что вот такой артефакт присутствует в этой жизни. Слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова